88 лет в этом году исполнилось национальному олимпийскому стадиону Динамо. И именно отсюда в этом году сберет старт Минский полумарафон. И прямо сейчас программа Доброй Ранницы тоже здесь, на стадионе Динамо, ведет прямой эфир. Как живет это спортивное сооружение в столь почтенном возрасте? Прямо сейчас поговорим с генеральным директором Александром Будгусаимом. Александр, доброе утро. Здравствуйте, Александр. Ну расскажите только честно. Вот часто бываете на стадионе в 6, в 6.30, в 6.35? Нет, обычно в 6 так рано редко, но, как правило, как мы говорим, наш график работы начинается в 8.45, а вот когда он закончится, это уже вопрос. Иногда бывает и в час ночи, и в три часа ночи возвращаешься домой. Поэтому мы больше таки любим... Мы больше совы. ...поработать, да, но прийти вовремя. Ну вот пока я смотрю, стадион еще такой спящий, людей тут мало. Вообще много трудится? Ну на сегодняшний момент 186 человек, но благодаря тому, что стадион высокотехнологичный, много работ, вот как вы видите сейчас по лифе, все они программируются заранее, выполняются в автоматическом режиме. Поэтому, ну, то есть заранее те работы, которые предусматриваются, они выполняются просто без участия людей непосредственно на стадионе. Ну понятно, что вам, вашим работникам, приходится приходить сюда и рано, и оставаться поздно, потому что здесь очень много работы. Эта спортивная арена не только спортом живет. Расскажите нам о возможностях стадиона. Ну да, после реконструкции многие заметили, что у нас начали проводиться не только спортивные мероприятия, много развлекательных, спортивно-развлекательных мероприятий. Самые яркие, это, понятно, были и европейские игры, которые прошли у нас на стадионе. Матч США Европы и спортивного, футбольные матчи международные. Ну вот в прошлом году прошел, я думаю, все еще помнят, футбольный фест, который был на стадионе «Динамо», более 107 тысяч человек его посетило. Да, это та история, когда нужно было не играть в футбол на поле, а сидеть на поле и смотреть футбол. В этом году мы уже сделали, тоже успешно провели, собрали ценителей японской автокультуры, и нас посетило по разным расчетам от 10 до 12 тысяч человек. Также совсем недавно, вы тоже видели, буквально в эти выходные состоялось, я считаю, тоже грандиозное мероприятие для нашей страны, новый формат спорт и развлечения, это «Овианшоу». Поэтому мы стремимся быть многофункциональной ареной, не только проводить легкую атлетику, футбол, но проводить мероприятия большого уровня по разным видам спорта. И наш функционал именно позволяет нам это сделать. Да, довольно-таки часто на поле выходят артисты. Вообще сложно ли поле переформатировать в концертную площадку и, соответственно, наоборот? Ну, конечно, есть свои нюансы, как в любой профессии, но учимся, стараемся, уже все намного быстрее. То есть, когда первый, второй, третий раз делаешь, конечно, есть как в определенной профессии всегда нюансы. Ну, привыкаем, и, в принципе, это наша работа, стараемся ее делать хорошо. Как скоро футболисты смогут вернуться на поле? Мне кажется, это вопрос, который сейчас очень многих волнует. Здесь был концерт, теперь уступаем место футболистам. Когда? Мы планируем возобновить и начать игры футбольные. Вот пропустим только один тур, а так 28-29 сентября мы уже планируем принимать футбол на стадионе. К этому времени восстановить газон для проведения футбола. Ну, болельщики этого очень ждут. Это о том, что было, мы поговорили, а теперь о том, что будет. И я вижу что-то в ваших руках. Ну, так как в этом году Минский полумарафон стартует со стадиона, тогда, Катя, разрешите вам вручить ваш персональный номер? Так, значит, я бегу. Бежите. Спасибо. В это воскресенье, вот, ну, все теперь смогут отследить мои результаты, я, конечно, не обещаю их показать высокими, но мне кажется, здесь главное пробежать. В это воскресенье все участники Минского полумарафона стартуют от стадиона «Динамо». Катюш, я тебе желаю удачи. Александр, ну и коротко, какие основные мероприятия пройдут здесь, на стадионе? Ну, вы знаете, что сейчас мы запустили эксклюзивную тоже площадку в этом году. Это синтетический каток, который работает у нас круглый год, можно в любую погоду кататься. Уже, можно сказать, на финишной прямой буквально немножко определится, там определенные нюансы, и у нас заработает скалодром самый большой в Беларуси. То есть его уже дооснащают, тир запускается. Ну и в целом у нас зимой работают площадки и для любителей скейтборда и роликов можно покататься. Катюшка появилась в нашем распоряжении, и фотостудия подводит на съемки. То есть теперь тоже на «Динамо» это можно будет, особенно женщинам, осуществить. Оказывается, так много возможностей скрыто за этими стенами. Ну что ж, мне кажется, это хорошая точка, где можно отпраздновать День города. Давайте передадим всем минчанам большой привет. И к поздравлению. Скажем, что нужно праздновать спортивно. Поздравляем. Поздравляем. Всех с наступающим Днем города. Ну что ж, Александр, мы вас отпускаем руководить самой большой спортивной ареной нашей страны.